Друзья мои, привет! Ну что у нас, следующий день продолжаем разбирать. Я что-то пришёл в гараж, хитр зажёг, маленько увлёкся, не заснял ничего туда-сюда. Короче, отцепил я уже блок предохранителей, вот здесь покажу вам. Место побольше стало, то есть вот она стенка, убрал подушку двигателя, здесь подушка такая стоит, подушку убрал, ну и, короче, раскрыл уже переднюю стенку, сейчас снимаю крышку клапанов и всё, сверху я закончил и уже переходим бок разбирать. О, крышки клапанов у меня. А, у меня два болта осталось. И сразу же разбираем бок, снимаем ремни, там ещё генератор надо отключить, отключить, отодвинуть. Надо гур открутить, тоже отодвинуть в сторону, они все к крышке прикручены. Всё это поотодвигать, тем самым получу доступ уже к крышке и всё, и открутить крышку. По сути, по сути, теории, делов не так много. У нас какой-нибудь фокус опять не вылезет, что опять что-то мешается и к этому не подлезть, а чтобы к этому подлезть надо снять ещё вот эту деталь. Хотя в ремонте моторов это вообще нормальная практика. Когда ты такой, ага, вот мне осталось теплообменник снять. Блин, ну сейчас сниму. Лезешь в теплообменнику, а там выясняется, что тебе коллектор немножко мешает, а чтобы коллектор снять надо сверху крышку снять и понеслось. Ну и самое обидное, это когда ты начинаешь это всё разбирать, ломается где-то шпилька-болт и... Здрасте, привет, приплыли. Я вот на видео не снимал. Когда он? Месяц назад чёрного эскейпа делал. На котором езжу. Не знаю. Месяц назад. Поддон снимал. А, масло у меня? Да, масло у меня поддон снимал. Я не помню. У меня на чёрном эскейпе, на котором вот я езжу, на котором коробку я делал, у него подкапывало масло с двигателя. Ну неприятно это, то есть он так, не текёт, но вот капли вот эти вот, то есть куда-то приехал, машина постояла, уходишь, вот такое пятнышко. Текло из прокладки поддона. У него выхол проходит, то есть он двоеобразный, и выхол, соответственно, под поддоном проходит с передней головы. Всё, снял поддон, там прокладка именно засохла в тех местах, где как раз проходит выхол. Ну вот, снял поддон. Вот всё бы ничего. Начал снимать поддон. Ну что такого снимать поддон? Фигня же. Шесть болтов надо открутить, чтобы коллектор снять, который снизу проходит от катализаторов туда на выхол. Ломаются две шпильки. И замена прокладки поддона затягивается, то есть вместо того, чтобы за один день её за один вечер поменять, два дня. Потому что первый день я всё разобрал, всё подготовил, на второй день высверлил, купил болты и собрал. Так что вот такой процесс получается. Ой. А, он защелкал. Ну ладно. Жмём на место. Так. И что тебя ещё держит? Ни хера тебя больше не держит. Всё. Снимем крышку, посмотрим, как у нас выглядит наш грязный моторчик. Мне прям интересно, когда её снимали вообще. Всё надо ещё аккуратно делать. Не хотим её сломать. Потом новую покупать. А покупать-то не проблема. На Амазоне закажи. И завтра, послезавтра она будет под дверью лежать. Просто зачем это всё? Лишние траты. Опа. Ну вот, видите. Такая, относительно подзасранная. Made in Canada. Тут сальники стоят, надо поменять их тоже сразу. А-а-а. И вот, давайте сразу посмотрим. Вот сюда вот. Вот он. Бензонасос, я так понял. Топливонасос. Потому что, видите, именно этот распредвал у нас немножко длиннее. И стоит дополнительно кулачок, который вот сюда давит. То есть это уже как топливный насос высокого давления. А вот сейчас при свете дня я могу разглядеть рейку топливную, которая уходит вот сюда у нас. И получается, что вот тут у нас форсунки находятся. Понятно. А? Вам не надо? А нахера не нужна? Нам цепочку надо. Вот она. Ну здесь там, естественно, натянута между распредвалами. Надо сейчас вскрыть. Туда, ниже залезть. Тут три цепочки должны быть. Одна идёт на эту голову, вторая на ту. И третья связывает эти две цепочки коленвал. Клапанёшки. Клапанёшки тут не регулируются. Ну и слава богу. Нам к ним действия не надо. По сути, вот всё. Здесь всё разобрано. Теперь остается здесь раскидать всё. Вот такое вот состояние у двигателя. 170 тысяч миль. Видите, да? Это гола чистая. А сейчас я... Сейчас я свет включу на камере, покажу вам ту голову. А вот вторая голова. И вот она ни хера не чистая. Тут вообще он какой-то буталин. Вот почему так? Почему у нас одна голова чистенькая, а вторая нет? Видите, да, разницу? Я ничего не мыл, не чистил. При вас только что крышку снял. Очень грязный двигатель. Мне это не особо нравится, но... Ладно, моя задача поменять на нём цепочку. Там какой-то мусором лежит. Тут масло немножко. Короче, моя задача цепочку поменять, чтобы не блякало ничего. Всё собрать. И найти ещё проблемы. Из проблем у неё ближний свет не горел. Что-то ещё мы хотели сделать. Там проводка что-то с магнитолой что-то. А, ну магнитола то, что... Там вот надо провода просто проверить. Стоит-стоит ни с того ни с сего динамики. Дело так. Бум! То есть как будто, знаете, питание на них резко дали и вырубили. И ни с того ни с сего. Вот выключенная машина, всё уже. Магнитола всё потухшее. И вот просто она стоит-стоит. Бух! Что надо? Может это как-то связано с открытием дверей, потому что на закрытых дверях я этого не слышал. А именно когда дверь открыта, тогда такой звук делает. Не знаю для чего. Ну а разберусь. Ладно. Пошёл я правую сторону разбирать. Сейчас датчики, сенсора всё отключать надо. Всё запоминать и разбирать. Я вам покажу. Смотрите, фокус. Снимаю ремень, натяжитель. Ну всё, пойду здесь снимаю. Вот это всё надо снять. Пачка сенсоров. Окей. Натяжной ролик. Вот он там так вот стоит. Ну и сюда. Смотрите. Забавно. Лонжерон. Ни дырок, ни окошек, ни фига. Лонжерон нет. Мотор, чтобы настолько припонять. Ну и до хера надо открутить. Вот как это так. Либо его снимать потом уже вместе с крышкой. Либо. Ах ты ж собака. Всё окей. Он с генератором снимется. О, супер. А генератор у нас прикручивается вот они. Спереди. То есть его надо будет просто открутить и выкрутить шпильки. Вот эти. Эту и снизу там ещё шпилька есть. Их надо будет просто выкрутить шпильки. Спереди. Эту прям. Туговатенько крутится так. Окей. Ладно. Продолжаем. Вот. Чем больше откручиваю, тем больше обращаю, что кто-то здесь лазил. Что-то здесь делали. Например, вот эти следы герметика. Видите. То есть крышка снималась. Но вот это вот меня прям бесит. Мы снимаем. Посмотрите, сколько герметика напердорлили. То есть резинки старые стоят. Вот она. Она прям плоская здесь. Прям такой. Аля я не знаю чей ремонт. Очень такой нехороший ремонт. Что-то это вот. Это вот не есть хорошо. Я согласен. Герметиком надо мазать. Можно мазать. Нужно там. Ой, бля. Фига открулился. Хотя танистра стояла. Ну да ладно. Вытрем. Вот. Но они в таком количестве. Бляха-муха. Мне же это всё чистить придётся. Люди, человеки. Вы чём? Зачем столько герметика напердорлили? Видите сколько вот тут? Вот он весь. Ну, всё в герметике. Вот так вот редиски нехорошие. Напердорлили герметика. Мне теперь прям интересно. Помпа, кстати, люфтит. Помпу снял. Помпа люфтит. Помпа тоже вот. Вот прокладка. Берём прокладку, так открываем. И что мы видим? Тоже видим герметик. То есть прям какой-то бюджетный ремонт здесь присутствовал. И вот мне очень интересно сейчас вскрою крышку. Что ж там за бюджетный ремонт? Ну звук был как от цепей. Будем посмотреть. Мне ещё надо вот там снять. Это у нас гидроусилитель. Тут у нас кондиционер и генератор. И крышку снять. Короче, не особо много ремонта, но... Ой, разбирать ещё не особо много, но... Чуть-чуть геморрона. Всё мы почистим, естественно. Также, да, я может подмазну маленечко силиконом, но не в таком объёме. Куда столько-то силикона, ёлки-палки. И обязательно будут новые резинки стоять. Короче, я вот не фанат такого ремонта. Не то, что не фанат, а противник такого ремонта. Установки вот этих старых колец и всего тому подобное. Ну ладно. Что поделать. Смотрите, друзья, с чем ещё можно столкнуться при разборе Акадии, блядь, 3.6 V6, мать её. Шкив коленвала. У меня есть съёмник для шкива коленвала, но... Тут нету отверстий. Видите? Ни одного. Плюс, вот так вот он спрятанный. То есть лонжерон стоит. Вот здесь. Он за лонжероном. Окей. Нашёл, я загуглил. Съёмник. Да, он есть. В магазинах нету. Наверное, на Амазоне заказывают. День-два доставка. То есть как бы привезут его быстро. Там завтра, грубо говоря, у меня будет. Но, ёлки-палки, как это обидно, блядь, когда вот вот это вот мешает. Ничего не шумит. Всё супер. Я сначала думал, сейчас съёмник принесу свой, всё, но здесь некуда болт вкрутить. У меня есть специальный съёмник для шкивов. И тот съёмник тоже написано, что он типа съёмник специальный для шкивов. Ну, короче, вот такая вот херня. Нездравая получается у нас. Сейчас будем подумать, как быть с этим всем. И что нам с этим делать. Друзья мои, день следующий. Пришёл нам красный чемодан. Дайте покажу, что там. Опа. А тут у нас вот такой съёмник. То есть вот пины, которые вместо болта вставляются. Потом вот этот болтик. Вот сюда вкручивается. И шкив выдавливается. Вот такой съёмничек. Съёмник для шкивов. Будем снимать. Я говорю, место там немного. Вот что классно, что здесь гайка есть. То есть, когда ты его закручиваешь, и он такой уперся, но ещё шкив не сдвинулся. Чтобы мотор не прогнуть, можно здесь ключом придержать. А здесь покрутить. Всё. И будет тебе счастье. Вот такой вот специнструмент. Ещё одним чемоданом стало больше. Сейчас полезу. Вот там вот шкив снимать. А тут прям офигенный. Всё. Снято. Вот она. У сальника тоже под замену пойдёт. Генератор я отодвинул. Всё. Он тут не мешает. Это брекет крепления кондиционера. Я его снимать не буду, потому что этот лоб проходит рядом. Тоже не мешает. Осталось отодвинуть гидровысилителя насос. Стиринг-памп. Ладно. Сейчас стиринг-памп отодвинем. И потом вот эту вот тучу-кучу. Миллион тысяч болтов отключать. Так, шпонка. Шпонка хорошо сидит. Миллион тысяч болтов. Видите, вот он гермитос. Какая-то редиска сюда лазил. Опа. Ну а иначе. Починим. Не страшно. Уже почти разобрал. Так, друзья мои. Всё. Открыл я цепочки. Короче, самый подвох. Сразу расскажу. Вот она крышка. Снять её проблем нету. То есть снимается легко, вылазит всё классно. На первый взгляд. Всё казалось бы классно. Но! Урод компота. Тут видите тоже. Дохерище герметика. Дохерище. Прокладка прожатая. Не вылазит даже отсюда. Всё на герметике. Вот, 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 вот. Горы. Куча герметика. Любители герметика ещё герметик. Хер пойми, какой-то серый. Казанский раздобыли, что ли, идёт. Ну ладно, не суть. Смотрите. Тут две дырки, тут две дырки. Вот пока вы не снимите вот эти соленоиды. Кстати, у меня, на удивление, они нечистенькие. Потому что, смотри, у видюхи там показывают, там вообще там всё забито. Но у меня все чистенькие. Всё хорошо. Он сначала снимает соленоиды, потом крышку. Потому что они через крышку вставляются и места не хватает, чтобы её вытащить. Я сначала вытащил. Она у меня тут уперлась. Там ещё не вылезло. Вот. Теперь я подразочаровался. Смотрим. Все башмаки целые. Уродкомпот. Видите? Весь пластик. Всё на месте. И я такой думаю, блеха-муха. Что за шлёпань? Увидим. Теперь смотрим на крышку внимательно. Следы видите? Вот они. Вот он след. Значит, цепочка тёрла. Значит, она растянута. Смотрим дальше. Сейчас покажу. Так. Сейчас я улягусь, тут удобно на крипер. И полезем вам показывать. Я уже посмотрел. Смотрите. Тут три цепочки идёт. Вот. Раз. Цепочка. И вот наверх пошла. На башку, которая ближе к салону. Назовем её. Спереди на двигатель. Смотрите, тут левая головка. Вот. Вот она, цепочка. Смотрите. Натяжение её. Поняли, да? То есть, вот. Вот. Откуда у нас шум был? Прям вон. Да не есть хорошо. И правую головку я не могу проверить. У неё такой закрытый. Закрытого такого типа натяжителя. Я не могу проверить. Но я думаю, что тоже. Та же беда. Да даже там нет этой беды. То вот. Вот этого вот. Уже хватит, чтобы брякать. Вот это всё надо. Вот весь этот фаршмак убирать. Ай, блядь. Любители герметика. Нахера его столько в таком количестве. Ну да ладно. У меня не совести будет. Мне это всё чистить придётся. Вот. Момните, да? Шум. Вот он. Окей. Это закажем. Звёзды. Звёзды живые. Меточка даже стоит. То есть. Прямо всё по меткам выставляли. Всё. Чётенько. Метки метили. Ну красавцы. Просто когда меняли цепочку, непонятно. Ну да ладно. Когда-то меняли. А у вас герметик тут есть. Я вам сейчас расскажу про этот двигатель немножко. Нет. Поизучал его маленько. Почитал про него. Сейчас я всё покажу, расскажу. Что за хрень. И почему вот это вот. Как вот этого избежать. Вдруг у кого-то есть такой мотор. 3,6. И вы не хотите, чтобы вот такая хрня произошла. Ну вот. Всё. Увидели, да? Сверху. Ну сверху всё окей. Так. Залазим. Сверху всё ровненько, всё чётенько. Как бы. Между валами ничего не будет. Тут я говорю, мне не подлезти к цепочке, чтобы поставить натяжение. Тут она. На этой голове натянута, короче. На этой нет. Вот она. Второй момент. Как проверить звёзды на этом моторе. Тоже я уже изучил англоязычный YouTube. Короче, когда нет давления масла, звёзды заблокированы. На распредвале. Видите, под ключ есть отливочка. Я сейчас убирал отсюда проводку, проверял. Вот. Когда ты его шевелишь, он должен стоять заблокированный. Если у вас звезда стоит, цепочка стоит, а распредвал внутри цепочки, внутри фазорегулятора вращается, то фазорегулятор у пипец. У меня все четыре целые. То есть я проверил сейчас. Все четыре фазика, все целые. Окей. Проверяю на случай, чтобы больше сюда не лазить. Там, видите, пидроусилитель отодвинул. Все поотодвигал. Все супер. Теперь дальше. О нюансах. Почему эта цепочка так быстро растягивается? То есть компания GM знает эту проблему. Они ее решили. Но те, кто меняли цепочку на этом моторе, они ее не решили, суки. Могли бы решить и не было бы этой проблемы. Смотрим сюда. Вот сюда. Видите, вот этот канал. Вот этот канал. Сейчас идут прокладки нового образца. То есть, когда компания GM узнала про эту проблему. В прокладки пошли нового образца. Чтобы пары масла не сгорали. Не знаю, как там сгорает. Не вникал. Так. Вник поверхностно. Короче. В новой прокладке. Сейчас вам на крышке покажу все. Сейчас на крышке даю покажу. Видите. Все. Увидели. Вот здесь как раз нагар такой вот. Какофония. И вот в этом-то и проблемы есть. Поэтому вот эта голова у нас чистая. А вот эта грязная. Я вам сейчас все покажу и объясню. Так. Пришел в эту часть гаража. Это у нас... Если мы смотрим на двигатель прямо вот тут. Правая. Крышка глупанов. Сальнички эти надо менять. Обязательно. Все резинки поменяются. Не переживайте. Здесь. Это у меня еще резинки. А. Это все в 150 еще резинки остались. Вот. Вот она. Прокладка. Левой головы. Прокладка крышки глупанов. Видите. Открытая. То есть. Ну вот так сделано. Тут вот канальчик есть. Вот он. Вот. Нового образца прокладка идет. Вот здесь закрыта. То есть. Я говорю. Компания GM решила эту проблему. Они закрыли вот здесь. Вот здесь. И там всего лишь раз. Два. Три маленьких отверстия. Сейчас я буду искать прокладки. Все. Искать запчасти. Заказывать. И потом я вам покажу. В следующем видео. Когда мне придут запчасти. Когда я буду собирать ее. Я вам покажу. Какую партию я заказал. Ну тут уже прям. Прокладочки прям. Пипец. Видно. Он ее нет. Она такая прям. Задубевшая такая. Скорее всего цепи меняли на нем. На этом моторе. Но очень так давно. Вот. Сейчас мне надо найти прокладку уже нового образца. Закрытую здесь. Чтобы исключить жар масла на этом моторе. Ну чтобы следующие. Кто на ней будут ездить. Уже не мучились с этой проблемой. Чтобы она не жарила масло. Чтобы она просто работала. Ну. Вот так оказалось. Я не знал этого. Честно. Сейчас только узнал. Да. Она вот здесь прям. Сгоревшая такая. Задубевшая. Ну не суть. То есть. Вот там видите. Какофония. Все отмоется. Сейчас. Вот. Такая проблема. У GMC и Acadia. Мотор 3.6. В6. 3.6. Оказался. Вот с такой болячкой. Ну которая уже решена. И уже лечится. То есть. Есть способ лечения. Надо только лечить. Так. Ну и. Раз я такой дотошный. Мотор не троил. Ничего проблем не было в этом плане. Мисс Файер ошибок не было. В пропуске зажигания. Но. Чтобы на В6 поменять свечи. Надо снимать впускной коллектор. Это дрочи еще тот. Я вам показывал. Поэтому я выкрутил сразу свечку. Масло я туда сам налил. Сори. Смотрите. Видите какая она. Выгоревшая. Поэтому я сразу закажу свечи. Свечи я сразу поменяю. Все шесть. Ну пока они у меня в доступе идут. Почему бы не поменять. Вы представляете да. Вот. Вот так случилось. Вот вы купили машину. Да. Вот так с такого ремонта. Все хорошо. Все ездит. Через тысячу километров свечи сдохнет. Снимать коллектор. Менять свечи. Окей. Сами не полезете менять. Загоните в шап. Отдадите бабки. Будете думать. Плохо думать обо мне. Зачем мне это надо? Все. Надо свечи в список включить. Те кто тебя смотрят они не купят у тебя машину. Ну почему? Ну они все далеко отсюда. Не ну парни же вот пишут. Кто с Майами. Кто с Калифорнией. Так что. Всяко в жизни бывает. Я же встретил тогда подписчика когда еще на первой работе работал. Он вообще с Тюмени. Не с Тюмени. Он встретиться хотел. Да кстати на первой работе когда работал. Это еще там у Коли на Ярде. Первая работа моя. Кого я там месяц отработал. И так получилось парнишка с трейлером заехал на Фуде. На Вольве по-моему был. Я уж не помню. Едет мимо. А я с трейлером ковырялся. Я с Тюмени так смотрит. Вот видно что узнал. Я не придал этому значению. Ну откуда здесь подписчики. Вообще не подумал об этом. То есть просто ковыряюсь ковыряюсь. Обратно ей останавливается. Вышел. Поздоровались. Разговорились. Он говорит. Я тебя еще в России встретить хотел. На Новосиб бегал. Туда-сюда. Говорит. Я на Новосиб. Ты видео выкладываешь с Северов. Я на Севера. Ты видео выкладываешь с Новосиба. Так что на России мы с ним не встретились. А вот здесь вот в Иллинойисе. Пригороде Чикаго. Видите как судьбинушка свела. Встретились. Бляляха резинка там осталась. Короче. Судьба такая интересная штука. Никогда не знаешь. Что и где и как будет. Но. Вот так вот. Встретились. Поболтали туда. Он говорит. Ладно. Я спешу на выгрузку. Мне тоже надо выйти работать. Чуть-чуть поболтали. Но. Само кажется. Встретились. Какая сила мысли у человека. А еще там хотел встретиться. Ну что друзья. Все. Я дома. Отмылся. Переоделся. Список написан. Сейчас буду заказывать запчасти. Смотреть какие цены. Заказывать. А вот сзади у нас наша рождественская ель. Стоит уже украшенная. Вот. Все. Сейчас заказываем запчасти. Ждем. Приходят запчасти. Собираем. Запускаем. Прибираемся. Ну и дальше уже будет. Короче. Сборка будет. Сборка и цены на запчасти будут в следующем видео. Так что оставайтесь. Подписывайтесь. Смотрите. Ставьте лайки. Комментируйте. Побольше комментариев то мало пишите. Смотрите. Быстро отвечаю. Охота посидеть. Попереписываться. Прям мало комментариев. Так что. Вам всем спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok